Добрый день, Ваша Анатолийская. Розация представляет собой инфекционное хроническое воспалительное заболевание кожица. Это последние данные, которые представлены были на секции парозация на Берлинских дерматологических днях в 2015 году. Средняя распространенность популяции 2-10%. Женщины страдают, как известно, розация чаще в соотношении 2-3 к 1. Манифестация, как правило, в среднем возрасте, однако 10% розация длится моложе 20 лет. Достаточно высокая частота афтальморозация и официальная статистика в США страдает 14 миллионов человек. Диагностические критерии розация. Основные критерии, как минимум один, транзиторно персистирующая репопопулы пустого телеангептазии. И второстепенные критерии жжения, бляжки, ксироз, отек, окулярная манифестация, фимы, экстрафоциальные поражения и отсутствие хамидона. Это новый второстепенный критерий, который вошел в немецкий протокол 2014 года. Классификации розация представлено несколько. Первая классификация выделяет 4 типа. Эритематозно-телеангептатическая, папулопустулезная, фематозная, офтальморозация и подтип гранулематозная розация. Их специальные формы. Кульминантная, конглобатная, персистирующая, стероид индуцированная. Также хорошо всем нам известна классификация по тяжести течения. А терматовенерологи, которые практикуют в эстетической медицине, в практической деятельности, часто используют классификацию, предложенную в 97-м году плевигом. Которая выделяет 3 степени. Эритематозно-телеангептазии, папулопустулы, бляжки, узлы. Этипатогенез. Генетический фактор эта гипотеза не получила на сегодняшний день достаточно убедительного подтверждения. Хотя некоторые авторы указывают на связь генетического полиморфизма рецепторного гена витамина Д с молниеносной формой розация, которая, как известно, чаще развивается у молодых женщин. На сегодняшний день розация определяется как трофа ангионегроз. И сосудистые факторы, безусловно, имеют ведущее значение. Нарушение регуляции мозгового влияния на кровеносные сосуды кожи лица приводит к замедлению перераспределения кровотока и венозный стаз в области оттока лицевой вены. Бактериальная теория существовала длительное время в связи с эффективностью применения доксициклина. Однако проведенные бактериологические исследования в последних лет, в частности, эмасаки из автора в своих исследованиях, смогли доказать, что показатели антимикробного пептида католицидина в коже у пациента сразаться намного выше, чем у здоровых людей. Данное вещество при разации подвергается ограниченному протеолизу, тем самым влияя на хемотаксис лейкоцитов, ангиогенез и экспрессию компонентов неклеточного матрикса. Еще один вопрос, достаточно дискутабельный и достаточно бурно обсуждается в литературе, о роли демотекса фолликулерума. Однако тот факт, что демотекс фолликулерум является далеко не у всех больных, выступания на лице часто не связаны с фолликулярным аппаратом, опровергают эти выводы. Схематически на слайде представлен патогенез в современных представлениях, это фото тоже я сделала на берлинских дерматологических днях. Роль каталицидина антимикробного пептида и уровень блокады основных лечебных факторов. Это доксициклин, который перерывает протазную активность и каскад, связанный с ней. Это ретиноиды, то-лайк рецепторы второго типа. И последние исследования ведутся в отношении изучения и изобретения, и возможности клинического исследования блокадоров каталицидина. Несколько клинических примеров. Розация, как известно, заболевания с профидиентным течением, в связи с чем в клинической практике мы видим множество клинических самых разнообразных проявлений. От сосудистых форм розация, эритема, телеангептазия. Хочу сказать о том, что телеангептазия является одним из важных клинических проявлений розация. И после лечения в листах локализации эритема очень часто остается телеангептазия, так называемый феномен ПИРТ. Главным причинным фактором развития телеангептазии выступает ослабление механической целостности верхней дермальной соединительной ткани, что приводит к пассивному расширению сосуда. И активный ангиогенез также наблюдается в данной стадии развития заболевания, зависит от наличия пространств, в которых могут расти эндотелиальные клетки. Например, в роговом слое разрастание мелких капилляров наблюдается после развития отека, который уменьшает компактность с ратом корниум. И данный факт является благоприятным для активной воскулиризации. И здесь мы, безусловно, существенно ограничены в плане терапевтических воздействий. Это ниша для применения лазеротерапии и источников импульсного света. Представлена пациентка после комплексного лечения разраца с использованием одной процедуры АПЕЛЬС сразу же после процедуры. Вот это сделано. Различные формы разраца. Очень важное значение в этиопатогенезе, в патофизиологии развития заболевания играет также поражение ластиновой сети, окружающей лимфатическую систему в коже. И лимфостаз, он также является одним из ведущих патофизиологических факторов. Папула-пустулезная разраца, молниеносная разраца, инфильтрактивно-продуктивная разраца, различные эфимы, которые чаще встречаются у мужчин старшей возрастной группы. Локализация высыпаний на кожу лица при разраце. Объясняется проекция относительно неактивной мускулатуры, где внутри эпидермальный отек имеет тенденцию к устойчивости. Данные изменения при хроническом течении приводят к гипертрофии садительной ткани и вследствие этого фиброплазии. Особая форма стероидная, стероид-провоцированная разраца, развивается у пациентов, которые применяют наружные портикостероидные средства. И достаточно часто это встречается в практике. И безусловно, это противопоказание. Дифференциальная диагностика, несмотря на четкость алгоритмизации клинических проявлений разраце, она иногда на практике представляет сложности, требует дополнительных методов исследования. Перечень заболеваний для дифференциальной диагностики представлены на слайде. Профилактика. Безусловно, все гадлайны по разраце начинаются с профилактики, потому как ей отводится основное значение. И здесь минимизация триггерных факторов. Это ультрафиолет, новый термин. Впервые я услышала на Европейском конгрессе. Оральная гипертермия. Имеется в виду напитки, не алкоголь. Напитки горячие. Острая пища, температурные воздействия и алкоголь. Итак, лечение. Тип 1-2. Типическое лечение. Первая линия. Это 0,70% метранитазол. Причем метранитазол в последнем онлайне в немецком. В эмпиентах. Такая фраза. Гель метранитазол в эмпиентах. 15% азолейновая кислота. 0,5% приманидин-дортрад приманидин. Альтернативная терапия офф-лэйбл. Этому разделу уделяется очень много внимания. И дискуссии идут в отношении расширения этого раздела. Или перевода данных средств из группы офф-лэйбл в рекомендательные. Сюда относятся 5% перметриновый крем, адапален и ингибиторы кальциневрина для здорово-зависимой формы. Сопутствующие мероприятия, консультирование по профилактике, косметологические процедуры и фотопротекция. Тип 2. При отсутствии эффекта от наружной терапии. Третий тип. Показана системная терапия. Здесь тетрациклин, токсициклин, миноциклин. Специальная форма 40 мг токсициклина. Препарата «Рация» нет в Украине. Используется в Европе. Уже, наверное, больше 4 лет. Альтернативная терапия. Метранитазол и офф-лэйбл изотритинаин. Ну и другие мероприятия, фотодинамическая терапия, лазеры IPL и хирургические для фимозных поражений. Хочу представить данные нашего наблюдения. Под наблюдением находилось 110 мужчин. Это диссертационная работа, которая выполнена была на нашей кафедре под новым руководством. На протяжении 5 лет в Невропетровской государственной дерматологической лечебнице была набрана группа пациентов. На слайде представлено распределение пациентов в зависимости от стадии заболевания возраста больных. Был изучен достаточно большой пул иммуногистохимических маркеров у больных разными формами клиническими, розациями. Вы видите здесь и индекс пролиферации, металлопротеиназы, маркеры CD и VGF, о котором более подробно мне хотелось бы сказать. На слайде представлена позитивная цитоплазматическая мембранная реакция с фактором сосудистого роста эндотелия в эпителиоцитоксальной железы, эндотелии в сосудах дермат и единичных дендроцитах. Экспрессия рецептора фактора роста сосудистого эндотелия в больных разация наблюдается в клетках эндотелия с сосудов и инфильтрирующих мононуклеарных клеток. Однако VGF-фактор находится не в эндотелии, а синтезируется с инфильтрирующими клетками лаколизуясь в эпителии и эпидермисе. В результате связывания фактора со своим рецептором, вероятнее всего, происходят изменения сосудов клеточной инфильтрации, наблюдаемой при розациях. Все пациенты были разделены на 4 группы. Основные первая и третья. Первую составили 30 пациентов эритоматозной формы розация. Схема предложенного лечения включала флебодиосульперид адаметионин, который, согласно данным последних исследований, оказывает нормализующее действие на VGF. Наружно применялась азолаиновая кислота. И как средство, которое нормализует VGF, сейчас оно вошло в оффлэбл рекомендации европейского протокола пимикролимус. Группа сравнения получала такую же схему без адаметионина и пимикролимуса. Третья группа. Это были 40 пациентов с папулопустулезной формой розация. Здесь предложенная методика включала доксициклин, адаполенсклиндомицина и с пятой недели пимикролимус. Четвертая группа получала такую же схему без пимикролимуса. Буквально два слова по поводу пимикролимуса. Я думаю, присутствующие в этой аудитории имеют собственный опыт применения этого препарата. Препарат представляет собой клеточно-селективный ингибитор воспалительных цитокинов. Предназначен для длительной терапии, поскольку не вызывает присущих стероидов в обочных эффектах. Эффективен и безопасен при длительном применении. Специфика наружной терапии пимикролимус-такролимус-кортикостероиды в зависимости от воздействия на клетки эпидермиса и термы представлена на слайде. Кроме того, к безусловным преимуществам относятся отсутствие истощения клеток ламберганса в коже при применении Элидела. Низкое системное всасывание. Преимущества в отношении пенетрации показывают. Практически отсутствует абсорбция системное всасывание. И еще один очень важный момент, который тоже, безусловно, является выигрышным, очень нужным нам при лечении пациентов с розацией, это формирование структурированного непрерывного внеклеточного липидного биослоя при применении Элидела. Клинические результаты лечения больных розацией по формам и группам, полученные на 16 неделе, были оценены. Кроме того, мы оценили динамику средних показателей дерматологического индекса качества жизни при разных клинических формах до и после лечения. И иммунокистохимические исследования показали уменьшение диаметра сосудов дермы, наблюдаемое после лечения, частично связанное с уменьшением фактора сосудистого роста эндотелия клеток, особенно в составе инфильтрата термальных фибробластов. Отдаленные результаты были оценены через 12 месяцев наблюдения и показали убедительное преимущество предложенной схемы лечения. Итак, предложенный комплексный дифференцированный метод лечения пациентов разными формами розаций с использованием средств, регулирующих тонус сосудов, состояние вегетативно-нервной системы, гепатобулярной системы и уровень ВИН-ДЖФ и сочетанного применения местных средств азолаиновой кислоты, топического ингибитора кальциневрина, при эритоматозной форме, а также отополена с квинтомицином и пимикролимусом при папулопустулезной форме, обеспечили повышение эффективности терапии, полное клиническое выздоровление через 16 недель в 80%, долговременная ремиссия 62% пациентов эритоматозной и 80% папулопустулезной, а также улучшение показателя качества жизни на 10-12% в сравнении с пациентами, которые лечились традиционным методом. Благодарю за внимание. Продолжение следует...